ну то есть ты все-таки прогнозирует что вот ходжес угадал смотри по херсону и ходжес угадала милле не очень или не очень но все-таки на твой взгляд за эту зиму может вот по тем пяти о которых ты сказал что-то случится одному или двум ты знаешь она так рушится быстро и стремительно что я уже верю в то что там все может гораздо быстрее произойти как ты сказал когда мы им делаем и ты же как бы специалист больше по россии чем я когда ты говоришь вот с ними так что непредсказуемо что мы с тобой через неделю можно вполне сидеть севастополе там и и это все мужа но я могу дать одно интересное соображение первое заседание нового парламента соединенных штатов конгресса 3 января так и есть как вы думаете что будет происходить ближайшие полтора до этой даты интенсификация всех событий пока не придет будет очень плотная работа американских элит по выработке новой стратегии во всех отношениях китайская сделка иранская сделка что там дальше тогда когда они формально это говорится в том что они будут делить комитеты в парламенте и представительства второе это то что между ними произойдет движение на всех уровнях до штатов там произойдет дип-стейт определен там же очень интересная ситуация америки можно осторожно говорить что демократы и республиканцы центристы не так уж сильно противоречит друг другу у республиканцев есть проблемы с изоляционистами с их идеями на а у демократов есть ультралевыми которые процентов 25 демократической партии тоже идей они начали сходиться между собой потому что центристы республиканцы центристы демократы но с некоторым ужасом взирают на своих же сотоварищей по партии которые право крайне правый крайне левый спектр представляют скажем так поэтому у них есть неплохой шанс очень да еще при том что соотношение оказалось отнюдь не умопомрачительным также республиканцам разгромную победу обещали разница том что в сенате на два человека по-моему на в нижней палате на 18 разница это вообще ни о чем когда и поскольку трамп посчитайте многие наблюдатели назвали это уже проигрышем трампа и теперь у республиканцев спонсоры начали меняться начали меняться в пользу другого кандидата хорошо нам всем известно да и туда туда внимание переносится и так далее поэтому ну у меня есть имеешь ввиду десантис губернатора в флориде да у меня есть подозрение что они вполне смогут найти общий язык центристы демократы и республиканцы выработать единую политику а это означает резкое усиление американской политики и 3 января 4 января мы проснемся в каком-то новом мире в хорошем смысле где американцы установят другие новые правила так вот я уверен почти на сто процентов что военная помощь украине увеличится думаю что может уменьшиться финансовая помощь потому что это кость тем тем там тому электорату республиканскому которые говорят учетом украине помогать туда-сюда коррумпированное государство сказки которые не все рассказывают там поют но военно усилится понятно почему потому что республиканцы ястребы ну и задачи соединенных штатов точно не входит проигрыш украины в америке в конфликте с россией войне и и заморозки по сумме причин которые много раз обсуждали потому что тогда запад и сша теряет вообще какое-нибудь значение а китай резко усиливается вот и проблема тайвана становится оглушительной оказывается запад можно по интересы запада можно отодвинуть военным путем ну куда вот и но есть еще один момент чтобы вот вы делали и уважаемые зрители если были бы были вы были военно-политическим руководством украины и понимали что но через полтора месяца ситуация может быть совершенно другой на всякий случай чтобы дело я скажу что очень интенсивно отбивали бы территорию потому что неизвестно друг четвертого объявят что войне конец мало ли кто его знает какой они там политику выработать конечно такого не будет но на самом деле на мы будем тратить это время я не знаю мне так кажется я не утверждаю это не как советник офиса не даже как военный обозреватель алексей арестович мне кажется что мы никакой заморозки близко не будет что вооружу силы обороны украины наоборот резко интенсифицирует свои свои мероприятия на в эти полтора месяца и это очень хорошо инструменты есть восемь бригад освобождаются на желание есть время есть направление есть так чушь поехали а